Всем привет, всем доброе утро. Я сегодня решила блинчиков напечь. Посмотрите, какая красотища. Заворачиваю начинку. Здесь у меня шпинат, шампиньоны. Я обжарила лук с грибочками, с шампиньонами, добавила шпинат и рис подварной. Вот такая у меня начинка. И еще сладкой начинкой будет там творог и рисун. Вот я уже накрасилась, собралась. Я сегодня еще на дорожке ходила. И собираемся сейчас поехать на закупку. Хочу кое-что докупить из продуктов, чтобы заканчивалось. Здесь вытяжка шумит. Не знаю, насколько меня слышно. Чуть отойду. Хочу съездить на закупку. Тут рядышком с домом в овощной. Вот. И, в общем-то, сейчас мы покушаем, позавтракаем. И будет потом обзор покупочек. Ну и, конечно же, всем желаю великолепного дня, прекраснейшего настроения. И пусть ваш день складывается так же гладко, как и мы. У нас тут покупочки. Полная сумка. Мы были в овощном. И, ну, съездили купить вся... Ну, в общем, заехали купить всякие вкусняшки. И, конечно, мы же набрали в клаве мороженого. Положено, что это в морозилку. Пусть будет. Набрали тоже гору. Давайте начнем, наверное, с мороженого. Пойду туда, чтобы удобно было показывать. А второй пакет разберу уже на кухне. Сейчас. Тут просто так удобненько. Сейчас могу доставать вам. И все это дело показывать. Так, это муж выбрал себе. Нравится ему вот этот волшебный рожок со вкусом фисташки. Я тоже фисташковое мороженое люблю, но я рожки не люблю. Поэтому его не беру. А вот это тоже муж выбрал. Кот Казанский я как-то показывала. Там внутри желто-черное мороженое. Оно миндальное с лимоном. Тоже прикольное. Мне понравилось ему такое. Это я выбрала. Мне очень понравилось. С клубничным джемом в глазури из фруктового льда с ароматом арбуза. А серединка она дынная. Ну, короче, само мороженое дынное. Клубничный джем и фруктовый лед арбуз. Очень вкусная, поэтому я его еще раз купила. И взяла вот такое попробовать. Здесь белый джем. Здесь идет эскимо с ароматом манго в глазури из фруктового льда яблочного. Вот эти вот фруктового льда прям прикольные. Так, вот это муж выбрал. Яблоко. Яблоко. И оно двухслойное и с ароматом. Ну, там, короче, внутри, типа как косточки яблочные. Джем с корицей. Тут не нарисовано, но оно очень красивое. Прикольно смотрится. Вот он себе такое взял. Я выбрала себе юнку ванильное с арахисом и вареным сгущенным молоком. Юнка. Ну, эскимо на палочке. Ну, вот оно тут нарисовано в молочном шоколаде. Это муж выбрал дыня. Оно прям, о, вот здесь нарисовано дынное. И выглядит как дыня. Таким кусочком на палочке. Треугольничек на палочке. Потом и набрали мороженого, да? Так, это муж выбрал себе вот такое. Я его попробовала, мне оно не очень понравилось, а ему прям зашло. Просто молочное мороженое с ароматом киви и арбуза. Ну, вот так вот кусочками идет. Кружочек зелененький, красненький, зелененький, красненький. Просто молочное мороженое. Тоже вкусненько, но как-то мне не особо зашло. А вот спиннер, это вообще один из моих любимых. Он с ароматом баблгам. Очень вкусный. Поэтому я его себе взяла. И вот такой еще батыр. Батыр Тандерма. Пломбир ванильный с карамелизированной посыпкой в молочном шоколаде и с миндалем. Очень вкусная. Это пломбир. Прям такой шикарный. Ну и шоколад вкусный. Ну, короче, мне все нравится. Какая-то еще посыпка карамелизированная. Вот такие вот мороженки в Славице накупили. Отправлю все это в морозилку. Не знаю, что за прикол такой новый, но мы прям это мороженое с удовольствием кушаем. Вообще, в общем, когда хочется что-то вкусненького, достала из морозилки и готово. Я мороженое убрала в морозилку. И теперь можем приступать к основной распаковке продуктов. Фрукты и овощи здесь. Это мы взяли один комкват на развес. Он там на развес продается. Решили попробовать, какой он на вкус. В общем, взяли вот такого малыша на пробу. Так, лучок зеленый. Пучок. У них он пучками сразу расфасован. Острый красный перец, типа чили. Мы хорошо едим острый перец. И зеленый еще взяла, тоже горький. Также шампиньоны. Помыла. Что захотелось нам помыла. Они сейчас сезон. Они очень спелые и вкусные. Это апельсины. Почти килограмм. Ну, 700, 800, короче, грамм. Это вот такие гигантские... Ой, апельсины, лимоны. Я изменяюсь. Заговариваюсь. Чего он взял такой мягкий? Не пробавший. Это муж выбирал. Нормальные они все такие. Короче, это огромнейший лимон. Должны быть очень вкусные. Я уже хочу чай с лимоном с таким пить. Так, дальше. Чечевица. Упаковка чечевицы. Вот это Кубань-матушка. Мне нравится у них мука. И вот чечевицу взяла. Гречку у них беру. Очень хорошего качества. Так, сельдерей. Взяла просто огромнейший пакет, потому что мы салатики делаем с сельдереем. Очень даже хорошо заходит. Это грифрут большой. Цитрусовые. Апельсинов мы наелись. Мы в какой-то момент очень много апельсин купили. И как-то их наелись. Поэтому помыла, грифрут, лимоны и мандарины. Апельсины не стали брать. Такие вот мандаринки какие-то еще интересные. Какой-то сорт новый. Решили попробовать. Так, яблочки. Делишец, это кажется. Яблочки и на салат, и так кушать. Пакет порвался у меня с яблочками. Заодно покажу. Смотрите, какие они. Крупные, красивые. Ой, и очень ароматные, кстати. Так, еще я взяла пекинскую капусту. Тоже на салатик. Буду делать как раз салат. Пекинская капуста, сельдерей и яблоко. Капусты тут больше килограмма. Взяла большой вилок. Ну, потому что у нас хорошо уходит. Предыдущий салатик я делала тыква, сельдерей и яблоко. Он такой вкусный. Мы всю тыкву сырой съели за два раза. Вот, с этим салатом. Соответственно, и сельдерей доели. Ну, я вот вместо тыквы решила взять в этот раз пекинскую капусту. Разноображу салатики. Зелень у меня есть. Поэтому я не покупала эту кружку укроп. А вот лучок купила еще тоже в салатик. Морковка. Обычная грязная морковка. Мытой не было. Вот, вообще люблю, конечно, мытую брать. Это очень удобно. Так, ну и еще растительное масло. Кубанские масла. Дел. Обычное, не рафинированное для жарки. И мука. Мука, вот как я и говорила, Кубань-матушка. Вот она для выпечки очень хорошая. Мне понравилась. Вот такая получилась. У нас сегодня закупочка. Тут происходит распил. Мы же купили в Валеруа, когда я распил. Бюджета. В Валеруа купили вот такую. Как знаешь, говорят, распил бюджета. Не, не знаю. Есть такое выражение. В общем, мы купили вот такую штуку. И вот уже первая ручка готова. Какая красота. В общем, снизу вот такие ручки. Но они наверх не подошли. Они торчали наружу. И мы придумали, как это сделать. У нас вот такая же штучка в ванной. Прикрепляется, собственно, как и обычные ручки, по сути дела. А еще у нас чуть-чуть, на несколько миллиметров, торчала вытяжка. Вот так вот сюда. И пришлось все снять, заново там выпилить, ее переставить, чтобы она была идеально ровна. Как так вышло вообще? Чего? Чего она была чуть-чуть сдвинута? Блин, ну фасада-то не было. А, ну да. Не почему было ровнять. Вот. И теперь с ручкой очень удобно, конечно. Надо будет все это подкрасить дело, но кайф. Я посчитала, что здесь будет удобнее ручки, нежели толкатели. Потому что этот шкаф тут очень часто я бываю. Что-то здесь беру. Я показывала. Это мы в Славице купили. Ручку для посудомойки. Очень классно. И что-то передумала я ставить все в длину ручки. Все-таки вот здесь будут толкатели, я так подумала. Толкатели. Да. Ну а здесь, поверху, везде будут ручки, кроме шкафа с вытяжкой. Здесь уже, муж сделал толкатель, кстати говоря. Здесь удобненько. Вот так вот все открывается. Здесь я показывала, у меня чай, кофе, там сверху молоко, всякий там сахар, фруктоза. Вот здесь толкатель, а здесь тоже ручка будет. Так все удобненько. Как же это красиво смотрится. Сразу, знаете, как какое-то обрамление, что ли, получилось. Логическое завершение. Хотя, ну, сами шкафы тоже красивые, оно и так красиво смотрелось. Но я считаю, что мы доработали и стало еще намного лучше. В общем, когда сейчас будут все готовы ручки, я покажу еще раз. Готово. Посмотрите, какая красота. Тоненькие. Красивенькие. Просто супер. И, кстати, похоже с ручкой, которую в Славе и купили. С ручкой. Все прям отлично. Кстати говоря, вот этот дозатор для мыла, я его покупала в Заре Хоум. И он был золотой. И мы его для той кухни в квартире перекрасили в серебристый цвет баллончиком. Вот. Но он уже, видите, начал стираться. Ну, от нажатия постоянного. И снова стал золотеть. И пришла идея перекрасить его в черный цвет теперь. Нелогично. Как бы тут он будет отлично смотреться. Так что у нас в квартире лежит черный баллончик. Надо будет его забрать. И перекрасить дозатор. Будет вообще красотища. Вот. Вот такие ручки. Теперь можно открывать. Все удобненько. Кайф. Просто кайф. Кайф. Я так этого ждала. Ну и тут показатель. И. Де. А. Но. Очень нравится. Тебе нравится? Да. Зачем я сделал? Ну да, логично. Логично. Красота. А еще, знаете что? Наконец-то. Картины. Муж повесил картины. Вот тут еще струмянуты лежат. Что-то вот захотелось нам уж до конца доделать комнату. Зал готов. Я бы сказал, что это гвоздь сегодняшней программы, но вешали мы на шурупы. Да. Вот такая вот история. Вот что, что на пеноблок классно вешать картины. Раз и готово. Да, шуруп просто вкрутил и готово. Класс. Так что все. Ну как, я не считаю, естественно, принтуса нижние, принтуса верхние, и двери, розетки, это все по всему дому будем разом делать. Поэтому я имею в виду все, что здесь нужно было сделать. Это повесить полку, зеркало. Ну, то есть все стоит на своих местах, шторы висят. Ну, то есть комната готова. Вот. Это уже радует. Так же, как и зал. Прекрасно. Скоро уже и кухня будет готова. Мы прям стараемся. Ну, с картинами стало, конечно, поуютнее сразу, да? Это мне поощущение. А, эти толкатели. Короче, тут установка толкателей. А я тем временем заполнила вот такой мини парничок второй. Я показывала, когда я сажала цветы. Там были пластиковые горшочки, и в них готовые торфяные таблетки. А здесь же торфяные горшочки. Они были пустые. Я наполнила их грунтом, который покупала в Леруа, обычным универсальным. Но он подходит отлично. Тут все уже, что надо, добавлено. Для рассады самое то. Вот, в общем, наполнила эти торфяные горшочки грунтом. В чем их прикол? В том, что потом вы высаживаете вместе с горшочком. И, ну, особенно это хорошо для таких растений, ну, которые сразу потом в открытый грунт, допустим. Вот. И им будет более комфортно. Хотя у меня растения не в открытый грунт, а для потом, для рассадки. Не знаю. Может, надо было другой какой-то вариант выбрать для этого. Хотя я могу потом, в принципе, в этом горшочке пересаживать в более большой горшок, допустим, те же помидоры. Ну, короче, высаживаю сюда. Что есть, то есть. А вот. Что сегодня у меня будет рассадой? Хочу посадить. Я показывала все семена, которые я покупала в этом году. Это, конечно же, еще не все. Еще буду докупать. Ну, большую часть я уже, всего, что мне понадобится весной, по крайней мере, я купила. Ну, да и даже летние многие купила. Вот. Сегодня буду сажать розовый томат. Гигант. Также дюймовочка томат. Это черри. Очень сладкие. Я надеюсь. Кстати, эти черри я в том году покупала, но так их и не высадила из-за того, что у меня было два сорта помидор. И вот такой купила острый перец. Язык дракона. Красный острый. Все это уже пора на рассаду сажать. У меня тут 24 ячейки. Надеюсь, хватит на эти три пакетика. Я сразу читаю, что да как. Ну, на какую глубину сажать там и так далее. Какие-то особенности. Вот. И сразу высаживаю. Я снова все подписала. Отмечаю, где у меня что. Чтобы не перепутать, как в том году. А то я так поняла, только когда уже начало расти. Где у меня какие были помидоры. И так далее. Все. Присыпала уже грунтом. Парфюмные горшочки. Сверху увлажняю пузиализатором еще почву. И накрываю, чтобы был сорнячок. Сейчас все это пробрызгаю. И вот такой вот крышечкой. Она сразу идет. С крышечкой очень удобно. Вот. И еще вот такую же маленькую засыпала смесью. Ну, грунтом. И буду сажать отдельно вот такую капусту брюссельскую. В этом году решила вырастить. Ну, я тоже показывала в видео семена. В чем их особенность? Рассаду нужно поставить на подоконник. Тоже под крышечкой. То есть, как в парничке. И когда рассада взойдет, ее нужно будет на ночь, каждый день ставить в температуру 5-6 градусов. Ну, то есть, либо на улицу, либо в холодильник. Ну, либо выносить хотя бы в этот тепловой тамбур, где более прохладно. То есть, она должна быть ночью в прохладе, а днем обратно на подоконник. Ну, то есть, в принципе, там ей нужно всего 16-17 градусов. Сильно жару она не любит. Возможно, она у меня будет не на солнечных подоконниках стоять, а вот здесь на кухне, где более или менее пасмурно. Ну, вот, в общем, посмотрим, что получится из этого. Я буду растить впервые ее. Вот, под нее, я думаю, мне вот этого количества хватит. Специально отдельным, ну, от основной рассады. Потому что здесь помидорки, перец, они будут у меня все время на подоконнике. И как только всходы появятся, я парничок уберу. Все, капуточка моя готова. Много семян, очень много вот здесь. Ну, не знаю. Если что, я не знаю просто, куда я их все буду рассаживать отдельно. А их надо будет по-любому, я думаю, пикировать. Ну, посмотрим. Если что, как микрозелень съедим часть. Ну, или найду, куда рассадить. Вот они, подоконники-то все в рассаде. Здесь у меня сельдерей, я показывала, когда сажала, по-моему. Здесь вся остальная рассада. Вот. Здесь цветочек в Леруа я покупала. Это гиацинт. Помню, показывала или нет, так красиво он свел и уже завял. Вот. Там авокадо. Ну, а здесь все растения. Что я хотела показать? Это вот то, что я сегодня насажала. А здесь цветочки. Вы посмотрите, какая красота. Уже пошли всходы. Что у меня тут всходит? Георгина, вербена, циния, мандариновая. Все уже пошло. Ждем петунию и сальвию. Они пока еще сидят. Я, наверное, потом отдельной крышечкой их накрою, когда здесь все уже взойдет. И это будет открыто. А это пока закрыто будет парничком. Я так рада. Первые всходы. Ура. Будут красивые цветочки на огороде у нас. По чуть-чуть каждый день наша кухня улучшается. Пока я рассаду делала, смотрите, что сделал муж. Все. Решили здесь пока толкатель поставить. Здесь хоть и стоит сейчас мусорка, но она здесь не будет стоять. Здесь что-то как-то по-другому будет организовано. А мусорка сама будет вот тут. Здесь будет у нас сортировка мусора. Выдвижной ящик. Вот. Соответственно, здесь посудомойка. И здесь тоже толкатель. На посудомойке ручка, потому что по-другому никак. Вот. Здесь у меня внизу кастрюля. Здесь миски. Там тоже... А, сковородки, миски, кастрюли. В общем, всякое такое. Доски пока тоже здесь. А вообще, померяем вот здесь вот выдвижной ящик. Здесь будут доски, шпеции, там масло и все такое. А пока у меня вот это все масло стоит здесь. Вот. И тут будет мука. Вот, в общем, все для выпечки. Здесь уже так все лежит. А вот здесь установлена же вытяжка. И остался вот такой вот маленький отделчик. И мы решили сюда сделать полку. Мы когда заходили в гости к с вашим родителям, они нам отдали полок. У них оставались на кухне полки лишние. Для ревяхи. Да. Вот. И мы забрали полки. И вот решили себе несколько полок поставить. Вот тут вот будет, где стоит отопительный котел. Несколько коротких полок тоже. Ну, знаете, для всякой мелочи. И вот здесь будет маленькая полочка. У меня, знаете что? У меня вот сюда, в отдел с приборами, он еще не установлен. Поэтому здесь все так валяется. Будет аккуратненько. Короче, у меня сюда не влазят поварешки. Не влазит толкушка. В общем, часть вот этих вещей, то, что не помещается, я хочу вот здесь положить. Я здесь готовлю. И здесь будет удобно. Возможно, все вот эти вот всякие лопатки, толкушки, поварешки я вот здесь сложу. Прям такой. А это опупительный котел? Опупительный? Нет, опитительный. Вот. И здесь я считаю, ну вот я так подумала, что тут место пустовать. Лучше здесь сделать полку. И здесь у меня все эти будут приборы храниться. Прямо около печки. Это будет очень удобно. А еще мы, наконец-то, определились, какой у нас будет фартук. Вот. Ну, такой же, собственно, как в квартире решили сделать. Белый, глянцевый. Вот. Так что в ближайшие дни будет у нас уже еще и фартук. И вообще будет красота. Еще определились, какой вот здесь будет плинтус. Вот тут. Ну, соединяющий эту столешницу и фартук. Вот. Он будет примерно вот такой же, только уголком. Вот так. Ну, вы поняли. Короче, как плинтус. Будет, я думаю, очень и очень красиво. Плинтус как плинтус? Да. Вообще, кухня хорошеет с каждым днем. Эти ручки. Это настолько удобно. Я прям пользуюсь. Вообще просыпаю. У нас уже стемнело. Я закрыла шторы. Покажу вам, что получилось. Смотрите, сколько всего уже готово. Вот, по сути, остались выдвижные полки. Еще мы пилили столешницу, поэтому здесь кромку еще надо будет наклеить. Вот. Мы клей возьмем в квартире и кромку наклеим. А вот. Что еще? Духовка установлена. Под духовкой еще полосочку установить. Вот, два выдвижных шкафчика, кромка. И потом скрутить шкафы и посудомойку прикрепить. Она еще не закреплена из-за того, что столешницу снимать. В общем-то, все. Вот. Ну так, в принципе, уже практически все готово. Покажу, что получилось сегодня. Какой шкафчик. Так. Ну здесь у меня, я показывала, уже стоит толкатель. Тут теперь тоже толкатели. Вот. А этот не просто пустое место здесь. Ну тут была вытяжка, а здесь просто пустое место. А теперь здесь полка. Смотрите, как классно. Сейчас покажу, что будет на этой полке у меня. У меня вообще-то все в посудомойке, поэтому... Ну вот. Толкушка, лопатка, силиконовая лопатка. Здесь же будет все остальные вот такие вещи там. Плоская лопатка, ложка, поварешка. Вот. Прекрасный отдел. И получается, что вот мне нужно в этот момент что-то. Я готовлю на плите, я взяла, и это уже здесь пользуют. Вот. То, что не очень удобно бегать, а что да, в этот шкафчик выдвижной. Он будет только для приборов. А именно все, что для готовки, будет вот в этом отдельном мини-шкафчике. Я считаю, что это вполне себе даже очень удобно. Причем он открывается отдельно от вот этого шкафа. Я здесь стою, готовлю, открыла, взяла, что мне надо. И все. Ой, вообще идеально. Вот в этот раз настолько удобно я все размещаю на кухне. Вот смотрю, как мне перекладывают туда-сюда. Ну, я показывала, кстати, организацию в шкафах на кухне, как я что сделала. Так что посмотрите во влогах. Но пока мне все нравится. Здесь у меня, я показывала, хранятся всякие приборы, блендеры, пароварки и так далее. Еще кофемолку сюда переставила. Там у меня одноразовая посуда, баночки под специи и полотенца. Уже очень удобненько над духовкой. Вот под духовкой у меня здесь приборы. Я когда установится этот ящик, покажу, сколько как и что размещу. Здесь всякие снеки, еда, в общем, всякие вкусняшки, и отруби, хлеб, в общем, всякое такое. А здесь у меня все для выпечки. Тоже очень удобно то, что под духовкой. Короче, организация на кухне мне очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...